Это только в кино последний бой он трудный самый. Для мини-футбольного ульяновского Динамо последний матч с российской ведомственной спартакиадой лишь формальность. За тур до конца соревнований команда обеспечила себе золотые медали. На пути к этому ульяновцы обыграли всех соперников. В том числе разгромили и главного конкурента сборную Калмыкии 6-3. Ну ребята все самоотверженно отыграли. Мы первый тайм просто на хорошем тоне отыграли. А потом побоялись пропустить, поэтому как-то чуть-чуть смазало вот это. Зато после победы над командой из Элисты ульяновцы играли словно на крыльях. Сборная Липецка как ни старалась, забить ульяновцам не смогла. 4-0 победили хозяева Заволжского стадиона «Старт». С таким же счетом уже в заключительной игре соревнований обыгран и динамовский коллектив из Калужской области. У нас коллектив как единый кулак. Все друг друга понимаем, все друг друга поддерживаем, общаемся. Вот в этом вся сила. 13 лет назад ульяновская «Динамо» стала участвовать в изроссийских стартах. За эти годы команда пережила взлеты и падения. Были громкие победы и досадные поражения. Теперь коллектив на вершине. Раньше за такие победы премировали поездкой на чемпионат мира среди полицейских и пожарных. Мы долго уже участвуем в России. Очень показан неплохой результат. Были призеры, теперь победители. Такой Рубикон определенный взят. Хотелось бы себя проверить на международном уровне, способны ли мы. Правда, такой пункт, как путевка на чемпионат мира среди полицейских и пожарных, для победителей нынешнего первенства «Динамо» не предусмотрен. Поэтому очередной подобный турнир, который стартует в Голландии 9 октября, пройдет без мини-футболистов ульяновского «Динамо». Михаил Сашанский. Новости Ульяновской правды.